так ребят всем привет значит с вами ричард из сочи сейчас время у нас час дня 17 апреля город сочи температура плюс 16 примерно на улице солнечная погода значит сразу оглашу прогноз чтобы кто-то торопится куда-то там к любовнице там или еще куда-то на работу или в детский сад экспресс два события манчестер сети туттенхэм событие 1 гол в обоих таймах до 140 второе событие двойной шанс на ливерпуль в матче с порту 130 общий коэффициент 180 второй вариант экспресса айнтрахт бенфика total 2 больше за 1 23 второе событие порту ливерпуль фора нулевая на ливерпуль за 150 что-то букмекеры не очень верят победу ливерпуля то есть ну тогда будет возврат у нас третье событие это манчестер сити туттенхэм в основное время total больше двух дальше еще прогнозы на очень мне нравится матч айнтрахт бенфика у меня германия всегда заходит и я тут-то матч практически угадал потому что у меня там стояла на айнтрахт на бенфику стояла фора на тракт стоял что в айнтрахт не проиграть больше 2 4 2 проиграли до бенфику стало что я бенфика больше полтора не проиграет тоже зашло в общем ответ на матч я жду набили голов значит ставки мои выглядят следующим образом дома просто на компьютере значит в первом тайме фора на айнтрахт нулевая за 142 это значит что если 0 0 в первом тайме у нас возврат если тракт выиграть первым тайме мы заработали 142 второе событие которое я беру это голову в обоих таймах в этом матче до за 1 50 и третье событие которое я беру здесь в этом матче все это орден армии потому что экспресс не берет два события из одного матча это оба тайма меньше полтора нет за коэффициент 130 подробнее чуть позже об этом и и четвертое событие на этот же матч айнтрахт забьет в первом тайме до 165 теперь небольшая расшифровка почему я беру такую ставку оба тайма меньше полтора нет ну потому что я вижу вот в первом тайме счет 20 в пульсант айнтрахта айнтрахт побежит забивать может пропустить контратаку но 11 может быть то есть в первом тайме тотал полтора скорее всего будет больше если даже счет будет один-один я вас уверяем трах будет бежать до последней до 99 минуты он будет бежать и забили и забивать там с каким бы счетом они не проигрывали они будут бежать и пытаться забить еще там голы при любом счете они не будут как ювентус вчера один-один и на удержание счета но это понимать это прошлый век так уже сейчас давно никто не играет сейчас я играю только на победу вот поэтому еще смотрите интересный момент гол в обоих таймах оба тайма меньше полтора нет подразумевает что хотя бы в одном тайме будет больше одного гола например в первом тайме два гола или во втором тайме два гола и и у нас с вами заходит эта ставка то есть нам всего нужно два гола в этом матче вот но если они будут распределены по разным таймам в первом тайме один гол и в втором тайме тогда у нас эта ставка не заходит у нас тогда заходит другая ставка голы в обоих таймах поняли мотайте на ос теперь еще интересный момент так как мы предполагаем что в этом матче будет больше двух голов соответственно на это событие дают 1 23 по моему что будет больше двух голов но ставка голы в обоих таймах подразумевает тоже наличие двух голов но она уже стоит 1 50 понимаете вот поэтому тотал больше двух голов можно продублировать более высоким коэффициентом с большим риском это голы в обоих таймах да и опять же возвращаемся к такой ставки как оба тайма меньше полтора нет который подразумевает что минимум два гола но это уже не один 22 коэффициента 1 30 понимать в чем риск риск в том что если будет два гола в этом матче и они будут по одному в каждом тайме у нас эта ставка проигрывает оба тайма меньше полтора она проигрывает но тогда у нас выиграет повторюсь ставка голы в обоих таймах у нас здесь нет никаких противоречий у нас либо то заходит либо то это что-то типа вилки скорее всего зайдут все эти события если что-то не заходит у нас или частичный возврат вот мы еще как бы в этот матч продублировали другими ставками у нас есть в экспрессе хотите берите экспрессами хотите берите ординарами кто как хочет да я лично сегодня пойду еще вечером поставлю на эти события ну такие суммы чтобы отыграться вчера вчерашний провал вот я верю в айнтрахт я верю что он точно не проиграет в этом матче выиграет не знаю он может быть дальше не пройдет сейчас котировка на проход айнтрахта 265 на проход бенфики 165 но вчера знаете тоже на на проход ювентаса давали 130 она на проход аякса давали там чуть ли не 10 и по и прошел аякс вот поэтому айнтрахт любом случае победит 2132 там неважно он победит но он сто процентов не проиграет вот и соответственно проход бенфики возможен но в конкретном взятом матче в этом водильном я вижу победу айнтрахт там не знаю с каким счетом которые тоже весят довольно таки ноги 1180 но букмекеры тоже вот как-то не очень верит в айнтрахт ну я почему-то верю в этот просто исходим из того что команды забивны заметьте я тут в этом матче я не беру исход самого матча потому что возможно 22 там 32 возможно даже и 23 что бенфика выиграет я просто беру победа в первом тайме даже не победа фора фора на айнтрахт без рисковая ставка 142 даже если бенфика сравняет в первом тайме просто я уже разжевы там потому что практически но это тяжело понять вот с первого раза до 11 значит у нас идет возврат хорошо сценарий какой 11 ладно немцы побежали во втором тайме немцы раскрылись оголили фланги бенфика один забивает им второй забивает нам пофиг потому что у нас вами стоит оба тайма меньше полтора нет нам нужно два гола хотя бы или в первом тайме или два два гола во втором я вижу здесь вообще если честно оба тайма больше полтора вот кто хочет рискнуть возьмите очень симпатичная ставка она она бы она вчера прошла бы в матче ювентус аякс первый тайм а нет не прошла в первом тайме был 11 вот и из барселона тоже бы не прошла но здесь она может и пройти вот такие вот соображения теперь еще раз вернусь ко вчерашним ставкам где я сделал ошибку я сделал ошибку вчера то что я взял двойной шанс на проход на проход ювентуса взял и это первый второй момент все ставкоматы были заняты я не нашел ставкомат где можно было бы продать свою ставку вот и довольно таки большую часть там банка банк у меня небольшой но я поставил от банка сейчас скажу сколько примерно процентов может быть 15 вот у меня этот был два события победа барселона чистая победа и проход ювентуса ювентус повел 1 0 барселона провела 1 0 и у меня ставка это начала заходить и я вообще сторонником таких вещей что я продаю ставки вот если поставил там ну например тысячу мне предлагают еще 200 тысяч 300 я прям продаю вот смело и у меня голова свободно но мне вчера просто не повезло вот мой ставкомат конкретно фонбете он эту ставку не не выкупал и в общем-то а потом этот я я сравнил вот это была первая ошибка поэтому надо приходить заранее в клуб надо выбирать стол где ставку можно продать где можно застраховать чтобы у вас была маневренность понимаете в этом нет ничего такого значит потом вторая ошибка моя была в том что у меня ювентус этот был в нескольких вариантах значит тотал ювентуса тотал аекса был меньше полтора я брал но они забили два гола прям подвиг совершили потом был не проход ювентуса по двойной шанс на ювентуса где-то в общем везде ювентус этот у меня не зашел вот но это ребят сенсацию вчера у всех не зашел чё там вот этим футболу прекрасен поэтому на будущее если вы в каком-то матче сомневаетесь вы его либо вообще не берите но если уж берете бери берите где-то там ординаром и находите какую-то такую ставку нейтрально вот как вчера например обе забьют ювентуса як зашло вот кто брал вовсе но набрали шкак обе забьют и победа ювентуса понимаете или там обе забьют но индивидуал каякса меньше полтора там вот такие вот вещи то есть берите что-то одно чтобы вот прям наверняка в этой связи я вот пока не хочу прогнозировать матч валенсия вильяреал пока его сильно не смотрел и если честно нет никакого желания потому что после того как валенсия победила 3-1 по-моему да у них на поле или четыре сейчас уже не помню но валенсия может и проиграть все на поле там 1 0 2 0 и там и они все равно проходят дальше вот и зачем как бы искать приключения да на своего вот челси славе я конечно вижу победу челси подробно не смотрел завтра или сегодня вечером что посмотрю попробую выложить вот на поле арсенал на поле арсенал тоже мутный мутный матч 2 0 арсенал выиграл в первом матче что там будет на выезде я пока ничего не могу вам сказать я я пока не вижу у меня пазл в голове не сложился потому что и челси английская команда и арсенал английская команда это команды трудно прогнозируемые вот единственное что я еще месяц назад поставил ставку в быть сити такую что лигу европы в этом году выиграет команда из англии коэффициент был по моему 1 90 на тот момент я поставил на арсенал что арсенал выиграет или группа за пять пятьдесят и поставил начался начался давали 280 вот сейчас захожу уже там намного меньше то есть постепенно прогноз заходит значит в этой связи можно предположить что челси конечно пройдет славе и арсенал скорее всего пройдет на поле можно взять знаете что какую-то интересную ставку гол арсенала да вот как вчера якс забил один гол и все смотрите когда у команды у команды есть такой гандикап как два гола на своем поле выездном матче у них задача максимум это забить хотя бы один гол и тогда на поле нужно уже забивать будет четыре гола по-моему да то есть три им не хватит потому что три три получается но арсенал забил то есть нужно четыре гола забивать понимаете вот а теперь скажите мне что более какое событие более горят на что арсенал забьет один гол или или на поле забьет 4 конечно проще арсеналу забить один гол поэтому смело